Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевском государственном университете проходят традиционные ежегодные альевские чтения. И спортсмены Республики представят Россию на чемпионатах Европы и мира по итогам состязаний в Орле. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тепловизоры, портативные электростанции, тактические бинокли и многое другое. Тему продолжит глава администрации Прикубанского муниципального образования Ахмат Семенов. Насчет одежды и пищи у них все нормально. Мы с собой взяли в основном технические средства, тепловизоры, бинокли, разные маленькие электростанции и так далее. По словам руководителя республики, делегации из всех городов и районов Карача-Чекесии лично встретятся с нашими ребятами, чтобы из первых уст узнать, чем сегодня живут бойцы, какое налажено взаимодействие с домом и какие возникают вопросы у членов их семей. В каждую поездку будет собрана очередная партия дополнительного оборудования и специального груза для военнослужащих. На участке автомобильной дороги Черкеск-Хабес подъезд Кымцуар-Хы с протяженностью 2 километра, проходящим через аул Зиюка Хабесского района, ведутся ремонтные работы. А в настоящее время здесь осуществляется полная замена земляного основания, после чего начнутся работы по устройству нового двухслойного асфальтобетонного покрытия и трех новых остановочных комплексов. На участке будут установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и будут завершены летом текущего года. Напомним, начиная с 2015 года, ежегодно на автомобильной дороге регионального значения Черкеск-Хабес подъезд к Мцуар-Хыз ведутся работы по обновлению автомобильной дороги. Полное завершение ремонтных работ этой автомобильной дороги планируется к концу 2025 года. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Жигута-Терезе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники меняют старое основание последовательно на отрезках не более 3-х километров. Тему продолжит главный инженер управления Карачаева-Чекиско-Автодор Муайет Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна, также будет проведено двуслойное сферто-бетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров, новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги в барьерном ограждении. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о совершении мошенничества директор муниципального предприятия, комментирует Елена Дармограева, представитель прокуратуры республики. Усть-Жигутинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Городское жилищное хозяйство». Было установлено, что бывший директор данного предприятия фиктивно устроил на работу в качестве рабочего местного жителя, который был направлен уголовной исполнительной инспекцией для отбытия наказания в виде исправительных работ. В течение года экс-директор успел получить и присвоить себе денежные средства на сумму свыше 126 тысяч рублей, начисленные в качестве заработной платы осужденному лицу, который фактически на предприятии не работал. По материалам прокурорской проверки, следственным органам в отношении бывшего директора муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по части 3 спл. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Ход и результаты расследования дела контролируются надзорным ведомством. В рамках государственной программы содействия занятости населения Карачао-Черекесии в центре занятости Черекеска реализуется ряд мероприятий, способствующих трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Тему продолжит начальник отдела занятости Елена Жадькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение. Иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроблематических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с двумя работодателями. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда «Сбера вклада в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Информацию комментирует автор проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, что родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. На улицах магазина Илара Черкеска прошел рейд сотрудников мэрии и правоохранительных органов, итогами которого стало пресечение незаконной торговли. Напомним, что решение Думы города об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования устанавливает запрет на размещение объектов мелкорозничной торговли. Это лотки, киоски, павильоны и палатки на улицах, тротуарах и газонах города, а также на осуществление торговли в неустановленных местах без разрешительной документации. С 15 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование по благоустройству общественных территорий, которое продлится до 31 мая. У жителей Черкеска всем, кому исполнилось 14 лет, есть возможность самим выбрать общественную территорию для благоустройства в следующем году. Третий год подряд столица Карача-Черкеси принимает участие в онлайн-голосовании, организованном Минстроем России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Итак, в этом году Черкесск представит на голосовании два общественных пространства – аллея на улице Красноармейской и Покровский парк. Всем, кому не безразлична судьба республиканской столицы, кто заинтересован в том, чтобы в любимом городе было больше уютных мест отдыха, нужно проголосовать на сайте 09.городсреда.ру. В рамках реализации концепции нулевого травматизма компания Россети «Северный Кавказ» организовала масштабную образовательную сессию для своих сотрудников в Карача-Черкесе. Рассказывает главный специалист службы по региональной работе департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Алакаева. В течение недели около 20 дипломированных тренеров проведут тренинги, мастер-классы, деловые игры с участием руководства филиала Карача-Черкеска «Энерго», начальников и главных инженеров районных электрических сетей, энергосбытовых отделений, начальников служб и отделов производственно-промышленного персонала. Специалисты по нулевому травматизму из Департамента производственной безопасности и производственного контроля, а также из всех филиалов Россети «Северный Кавказ» вместе с сотрудниками филиала Карача-Черкеска «Энерго» изучат семь золотых правил концепции. Кроме того, участники обсудят возможность дополнительных мотивационных стимулов, которые помогут сформировать у сотрудников культуры безопасности устойчивые навыки для своевременного выявления угроз на рабочем месте и принципы неприемлемости нарушений. 18 апреля в региональном центре «Мой бизнес» состоятся сразу два мероприятия о социальном предпринимательстве, в частности «Груглый стол», «Проблемы социального предпринимательства» и семинар «Как получить статус социального предпринимателя». Спикером выступит Оксана Муравьева, социальный предприниматель, вице-президент Ассоциации социальных предпринимателей. Социальный фонд по Карачачьей кейсе напоминает о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников. Если вам позвонили и представились сотрудникам социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают с НИЛС данные паспорта, номер банковской карты, ее пин-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники. Зловомышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжи-специалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. Специалисты социального фонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам. Если в ваш дом постучались такие незваные гости и представились работниками социального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал госуслуг. Минувший зимой курорт Архы запринял почти 700 тысяч гостей, что выше прошлогодних показателей на 11%. Так, горнолыжный сезон продлился с 17 декабря по 17 апреля и, несмотря на то, что начался он на две недели позже по сравнению с прошлым сезоном, курорт вновь принял рекордное число гостей. Всю зиму наполняемость отеля Архы была близка к полной. Пиковая загрузка трасс пришлась на февральские выходные, когда канатными дорогами пользовались более 11 тысяч человек в день. Отметим, в этом сезоне впервые в своей истории курорт открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% были обеспечены системой снегогенерации. Весь сезон для гостей работали 27 километров горнолыжных трасс разных уровней сложности и 8 канатных дорог. В эти дни начала работать в прогулочном режиме канатная дорога «Млечный путь» и будет отвозить гостей курорта на высоту 2240 метров. Так, в майские каникулы Архы полностью перейдет в летний режим работы. Водут доступны пешие, конные и автомобильные маршруты в горы, полеты на парапланах и экскурсии. Напомню, в прошлом году всесезонный курорт Архы стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северокавказского федерального округа». В Карачаево-Черкесском государственном университете проходит традиционная ежегодная научная сессия преподавателей и обучающихся в УЗА «Альевские чтения». В этом году научное мероприятие проходит в 55-й раз. Неделя науки в структурных подразделениях открылась работой пленарных заседаний обучающихся, в ходе которых заслушаны интересные доклады бакалавров и магистрантов. На заседаниях прошли награждения победителей и призеров весеннего тура вузовского конкурса «НИРС» – студент-исследователь. Неделя продолжится секционными заседаниями обучающихся и научной сессии преподавателей и аспирантов. МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации будущих актеров из Карачаево-Черкесии. Мероприятие состоится 20 и 21 апреля в онлайн-формате на цифровой платформе «Вебинар от МТС». Таланты поступающих оценит старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Желающим предстоит подготовить детскую программу, басни, стихотворения и прозы небольших по объему, а также песню на выбор и танец. Для участия необходима предварительная регистрация. После этого каждый участник получит индивидуальное время и приглашение. По итогам встреч самые талантливые выпускники республики будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. На базе детского оздоровительного лагеря «Гранд Виктория Домбая» прошел клуб выходного дня гражданско-патриотического направления по программе «Юные патриоты России». Многогранная интересная программа не оставила равнодушными как детей, так и взрослых. Ребята проходили квест по станцам «Юные защитники Отечества». Пять станций, пять разных испытаний. Оказать первую медицинскую помощь, блеснуть интеллектом в игре «Своя игра. Я патриот России». Вспомнить песни военных лет, пройти минное поле бок о бок со своими товарищами, придумать и продемонстрировать творческий номер гражданской патриотической направленности. Вечером все присутствовали на творческом концерте, посвященном героям и участникам специальной военной операции. Ну и в заключении выпуска новости спорта. Спортсмены из Корчащикиси представят нашу страну на чемпионатах Европы и мира по итогам чемпионата России по армрейслингу среди мужчин и женщин в Орле. Сборная Республики выступила на данных состязаниях и завоевала 10 медалей различного достоинства, а также командное третье место среди 49 субъектов Российской Федерации. Победителями стали Ахмат Айбазов, Олег Черкасов, Марат Мамхегов, Марат Айбазов, Алий Чипчиков и Софья Кенжева. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, попали в основной состав национальной сборной команды страны и получили право представить Россию на чемпионатах Европы и мира, которые пройдут в Молдове и Казахстане. Студент факультета физической культуры Корчащикисского государственного университета имени Умара Алиева Али Баташев завоевал серебряную медаль чемпионата России по боксу среди студентов в Санкт-Петербурге. Радио России Корчаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Корчаев-Черкесии переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, а в горах местами плюс 10-15 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы достигнут 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 19. На этом новостной выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Реклама. Это что там за базар? К нам приехал дивный дар. Рыбка самой Камчатки. Акция. Скидка 10% на черную икру. С 18 по 23 апреля. Впервые. Дивный дар в Черкесске. Остановка «Рыноконечная» на кругу. 0+. Все подробности уточняйте у продавцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова